Деловая программа Дней Москвы, которые в начале июня прошли в Израиле, оказалась весьма результативной. Стороны заключили ряд важных соглашений и достигли договоренностей в сфере международного взаимодействия. Так, например, 9 июня Москва и Тель-Авив подписали соглашение о сотрудничестве, а уже на следующий день аналогичное соглашение было заключено между Западным административным округом Москвы и другим израильским городом Нитанией. Кроме того, о продолжении тесных контактов московская делегация договорилась с мэрией Иерусалима. Одним из лидеров по количеству подписанных в эти дни договоров стала Московская торгово-промышленная палата, которая заключила сразу два соглашения с израильской стороной, в том числе соглашение о сотрудничестве с Федерацией торгово-промышленных палат Израиля. Очень важен, чтобы здесь быть и к таким что-то Bahно, чтобы договориться сегодня принять соглашение между два соглашениями, потому что мы действительно поспорим на poshения для использования вашей опыт, потому что, как мы знаем, о вашей строительстве, вы организованы различными принципами, которые основаны в процессе с срегистративной направлениями наиболее большим образом, И вы знаете, что в России мы пытаемся улучшить структуру наших экспертов из-за материалов, металл и газа, к индустрии и машинерии. Это, конечно, стратегическое решение. И для нас это интересно использовать вашу эксперименту, как вы успешно продемонстрировать вашу предпринимательство, вашу продукцию в сооруженных рынках. Мы очень интересны, чтобы посмотреть на вашу эксперименту в таких областях, как медицинские, как фармакологи. Мы знаем, что израильские компании очень хороши в этом областе, и в инновации. В свою очередь, президент Федерации торгово-промышленных палат Израиля Урил Лин подчеркнул, что крепкие отношения с московскими коллегами также очень важны для его организации. Заключенное соглашение стало беспрецедентным событием в истории Московской торгово-промышленной палаты, считает вице-президент Сурен Варданян. Во-первых, мы впервые вышли на уровень подписания соглашений с Федерацией торгово-промышленных палат Израиля, что немаловажно для нас. То есть мы уже говорим о сотрудничестве не с одной какой-то конкретной палатой, а с группой палатка, что позволяет нам получить комплексные интересы, возможности контакта с израильскими компаниями. Вопрос стоит в первую очередь о взаимодействии в области инновационного сектора, то есть вопросов поддержки и продвижения российских инноваций и привлечения в Россию новых технологических проектов со стороны Израиля. Вопрос стоит о привлечении израильских компаний к реализации проектов на территории новой Москвы. Всю того, что есть концепция создания комфортного города для проживания, а Израиль преуспел в этом, и у него большой опыт в отвоевывании и в реабилитации территорий, создании из них территорий комфортных для жилья. Стоит большой опыт в организации и поддержке вопросов, связанных с технопарками или зонами территориями инновационного развития, территориями индустриального развития. Сейчас Москва, как вы понимаете, озабочена вопросами создания индустриальных кластеров вокруг Москвы, и в этом мы взяли большой богатый опыт. Я думаю, что мы в этом тоже посотрудничаем. И потенциал для такого сотрудничества действительно есть. Об этом немало говорили участники встречи. В этом направлении индустрии 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 индустрии. Мы advise им, basically, how to do it, и мы дали им первые контакты с людьми, и, mostly, в частности, в комфортных 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 комфортных. В этом направлении индустрии индустрии индустрии, мы имеем близко 100 delegаций каждый год, в то время, в последние несколько лет, из всего мира. И когда мы имеем в декорации, мы пытаемся сделать два момента. Один из того, чтобы организовать семинар или генерал-митинг, в котором каждый сайт имеет возможность для представления бизнес-потенциалов в этом стране. И другой, что есть битвы-битинг, это очень важно, потому что каждый бизнесмен, который идет в мире, интересен, чтобы встретить релевантный бизнес в другом стране. И это интересы наших мемберсов. И я хочу напомнить, что эта сервиза будет предоставлена для наших мемберсов и для гостей. В ходе первой встречи, как рассказал Сурен Варданян, Московская торгово-промышленная палата и Федерация палат Израиля пришли к соглашению об обмене информацией. Мы пришли к тому, что израильские партнеры будут направлять нам информацию как по экономическим возможностям страны, так и по потребностям их компаний и возможностям их компаний. В свою очередь, это позволит нам переработать и создать группу, группу конкретных московских и российских, на самом деле, фирм тоже, готовых к взаимодействию. И я думаю, что мы в ближайшее время начнем обмениваться бизнес-делегациями и вполне возможно будет проведено некое такое конференциозное, типа конкретного мероприятия, в рамках которого наши компании повстречаются и обсудят тематики, например, экологических городов или смарт-сити умных городов. Встреча представителей двух палат проходила за закрытыми дверями. О самом факте достигнутого соглашения остальные участники Дней Москвы узнали уже на итоговом пленарном заседании. Оно состоялось в Тель-Авию в рамках форума по инвестиционному и экономическому сотрудничеству. Кроме того, в ходе экономического форума Московская торгово-промышленная палата подписала еще один важный документ – соглашение о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Израиля, России и СНГ. Мы подписали соглашение с Торгово-промышленной палатой Израиля, России и СНГ. Буквально за несколько часов до этого мы подписали с нашим статистическим партнером Федерацией торговых палат. Что это такое? Это возможность создать фундамент для системного партнерства и сотрудничества между предпринимателями двух стран, потому что система торгово-промышленных палат – это опробованный уже столетиями механизм взаимодействия между предпринимателями разных стран, который позволяет им находить партнеров в других регионах, в других странах. Значительную поддержку в проведении Дней Москвы в Израиле, как отметили организаторы мероприятия, оказал Банк Москвы, который возглавляет Михаил Кузовлев. Сегодня Банк Москвы – стратегический партнер правительства. Только объем выданных гарантий по государственным контрактам составляет уже более 3 миллиардов долларов США. Если по счету 180 миллиардов рублей… Уже больше, даже около 6 миллиардов долларов США. И поэтому Банк Москвы – очень серьезный партнер, в том числе, мне кажется, для иностранных компаний, которые пытаются найти себе партнера финансового в Москве. Потому что часто надо предоставлять гарантии, обеспечивать покрытие при государственных контрактах. Плюс Банк Москвы имеет гигантский опыт с точки зрения организации электронных торгов на своих площадках. И правительство Москвы размещает госзаказ, в том числе на электронной площадке Банка Москвы. Для нас Москва – это часть нашей стратегии социальной ответственности, потому что Банк Москвы – он всегда с городом. Поэтому для нас совершенно логично поддерживать город в его международных проектах. Особенно в таких традиционных мероприятиях, как Дни Москвы, я считаю, это очень правильное событие. Оно, с одной стороны, культурное, гуманитарное, но это дает возможность предпринимателям, которые приезжают вместе с руководством московского правительства в другие страны, обменяться опытом, найти партнеров, что всегда очень важно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова